Всем привет, ребят! Сегодня, блин, честно, будет такой небольшой эксперимент, я думаю, с камерой или над камерой. В общем, короче, давайте по сути. Видел ролик, да и давно как бы была такая идея, что сделать, если поставить вовнутрь покрышки камеру и посмотреть, как сама покрышка ведет себя во время движения. То есть, как она проминается, как она изгибается, как она ломается, греется, не греется. Ну, насчет греется, конечно, может быть, это и перебор будет, потому что это надо будет еще до градусника туда поставить. Но смысл в чем? Смысл в том, что посмотрел ролик, там дядька один снял, хочу сделать то же самое, только будем делать немножко по-другому. То есть, как видим, это мы. То есть, сделав проезд через препятствия, может быть, она выживет. Если, допустим, начать по треку очень хорошо наваливать, то есть, дрифтовать. Давайте теперь каким-то чудным образом установим туда камеру и посмотрим, как все это дело работает. Погнали! Ну вот, ребята, установили камеру с фонариком в покрышке. Подключился к камере, поставил телефончик, вижу прям картинку в реальном времени, что происходит там. Ну, там с малейшей задержкой, потому что через Wi-Fi все это работает. И сейчас поеду на дорогу, прокачусь и посмотрю, как это все дело себя ведет. То есть, просто по асфальту, надеюсь, где-нибудь в какие-нибудь стыки плит там, либо на какие-то камушки буду наезжать и посмотрим, как резина себя ведет. В общем, погнали! Очень любопытно! Картинку вижу, все хорошо. Ну, а теперь поехали! Так, так. Ого! Уже видно, смотрите, как обалденно! Оба-на! Нифига себе! Оба-оба-оба! Нормально! Чего-то там в колесе всякой, всячины еще хватает. Смотрите, мусор летает какой-то. Откуда? Дрынк! Не, вы посмотрите, как это угарно вообще прям, вообще проминается. Вот смотри. Потихоньку вот поеду. Сейчас сначала мусор покажется какой-то. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, че так долго-то? О, видал? Ага. Смотри. Дрынк! Видал, как проминается? Вообще прям любопытно, если честно. Первый раз это приходится наблюдать. Ну, на самом деле, это угарно. Дрынк! 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 Вообще угарно. Если у нас будут какие-то небольшие препятствия. Сейчас посмотрим. Оп! Ага, видно. Если на неровности наезжаете, наезжаю, то получается, с какой стороны больше давит, прям четко видно, как она отрабатывает. Но это давление не очень большое. И, конечно, если раскачать, грубо говоря, там в три, в три с половиной атмосферы, естественно, она уже не будет так сильно проминаться. Сейчас у нас где-то около двух. Ну, если верить показаниям нашего манометра. И вот так сейчас тык-тык. Место вот это поймал. Хоп! Вперед! Все, Ваня, ложи кирпич! Назад поеду! Сейчас подложим вот кирпич, посмотрим, насколько хорошо будет кирпич. Видно. Ага. Так. Вот он, вот он, вот он! Его прям видно! Вот он, вот он! Нифига там! Пуп внутри получился! Я прям четко здесь вообще вижу. Так. Так, сейчас попробую вперед еще раз его проехать. Вот он, дышь, уперся, вылез. Нифига себе она изгибается! Давай в пол колеса, да? Посмотрим, что будет. Вот он, вот он! Смотрите! Вперед! Вот, смотрите, как видите, четко прям видно. На половине покрышки пуп такой торчит прям. Вообще прям обалдеть! Нифига себе! Нифига себе прикольно! А-да! Па-бам! Вот так вот! Попробую чуть-чуть побыстрее проехать! А-да, вот так вот! Опа! Ха-ха-ха-ха! Это как в каких-то фильмах ужасов! Ха-ха-ха-ха! Кто-то пытается выбраться или забраться наоборот куда-то! Ну что? Покатались через кирпич! Проеду побыстрее по дороге просто! Посмотрим, что из этого получится! Видно? О, вот видно прям! Бум-бум-бум-бум! Это сильно быстро! То есть, быстро сильно крутится колесо! И прям... Ну, не успеваешь заметить, что произошло! Поэтому торопиться, я думаю, не стоит! Но какая-то все равно, вы видите, какая-то мишура там! Какая-то грязь, от чего машать диска! Может быть, покрышки! Болтается в колесе все равно! Сейчас, значит, что сделаем! Возьмем это колесо! Переставим его на машинку помощнее! Ну и попробуем сделать бирнаут и скольжение, управляемый занос! То есть, поедем боком и посмотрим, заодно, как покрышка будет туда-либо сюда заваливаться, либо не заваливаться! А вот, значит, по прямой просто покатались, на гербичке понаезжали, посмотрели, как все это дело выглядит изнутри, когда колесо накатывается на препятствия. А сейчас приехали на площадочку, поставили опять колесико, тачка-то валит, это хорошо! Попробуем, самое интересное, посмотреть, как она валится влево-вправо, в зависимости от, я так понимаю, от нагрузки. То есть, если будет поворачивать на скорости влево, соответственно, конечно, будет нагружаться правое колесо. Если вправо, то левое, вроде как, это не должно нагружаться. В общем, а как это все смотрится изнутри, сейчас мы увидим. Ну и, я думаю, надо будет все равно исполнить что-нибудь, типа, в духе бирнаута, либо что-то такое, чтобы разогреть резину, и очень любопытно появляется ли какой-нибудь там дым, либо что-то такое внутри колеса. Ну и как вообще это все выглядит, когда колесо разогретое. В общем, погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, ну вот, ребят, значит, когда едешь, все равно видно в любом случае под нагрузкой, что сама покрышка отрабатывает очень даже хорошо. Видно все вот эти места, когда пятно контакта, вот именно это место, на которое смотрит камера, наезжает на асфальт, как она проминается, как она на поворотах, очень сильно идет нагрузка на наружную часть. Прямо наружная часть проминается намного сильнее, прям, ну, все, вы это видели, все это прекрасно, здорово, прям, блин, отрабатывают покрышечки изнутри, очень даже интересно. Ну, конечно, там инженеры делают, думают, чтобы мы там безопасно себя на дорогах чувствовали, так, кажется, чтобы не лопались. Ну, а сейчас пришла такая еще идейка, у нас есть кусток фанеры, нашли гвоздик, вколотили его туда. И давайте посмотрим на самый вот этот интересный момент, когда гвоздь, так сказать, пробивает нам колесо и вылазит вовнутрь. Снаружи-то мы это все прекрасно видели, я думаю, что каждый из вас не один раз вытаскивал из покрышки то саморезы, то гвозди, то черт пойми что. А как это выглядит изнутри, никто не видел, поэтому погнали. Друзья, ну, а теперь о приятном. Мы совместно с компанией Cardan Balance каждую неделю дарим автомобиль, а на этой неделе будет мотоцикл одному из наших подписчиков, стоимостью до 100 тысяч рублей. Cardan Balance это профессиональные услуги по ремонту, изготовлению и балансировке карданных волок. Опыт работы более 19 лет и ремонт любой сложности от 3 часов. Не знаю, в чем проблема, запишись на бесплатную диагностику в Cardan Balance и при обращении скажи фразу «Я от Гараж 54» и получи скидку в 10%. В общем, ребят, есть проблемы, обращаемся в Cardan Balance, все ссылочки будут под этим видео. Ну и теперь немножечко об условиях, все очень просто, чтобы получить вот такой вот мотак, нужно быть подписанным на наш YouTube канал. На канал Cardan Balance и под всеми нашими роликами за неделю оставить любой комментарий. А роликов там всего лишь 3-4. И каждый понедельник в 15.00 по Москве в прямом эфире в нашем инстаграм-аккаунте мы ищем нового владельца для автомобиля либо мотоцикла недели. И, конечно же, подпишитесь на наш инстаграм, чтобы не пропустить это замечательное событие. Ну и, конечно, чтобы посмотреть, как мы искали этот мотоцикл, переходите на наш новый канал «Про Гараж 54», там все подробненько вы увидите. Ребят, ну и не забывайте, чтобы нам проверить, подписаны вы на наш канал и на канал Cardan Balance, ваши подписки должны быть открыты. Ну и в разделе «О канале» прошу, это от меня личная просьба, оставьте ссылочку либо на свое ВК, либо на свой инстаграм-аккаунт. В общем, все ссылочки будут в описании, переходите, участвуйте, побеждайте. Ба-бам! И такие небольшие изменения. Видите, были только что в полигоне, уже хлоп, уже на базе. Сейчас я вам быстренько объясню, в чем была такая причина. Покатались. Лево-право, скольжение, нескольжение, бернаут. Расключать в камеру в колесе. А она не хочет. А знаете почему? Потому что, ну, при скольжении, при пробуксовке, тем более еще бернауты, покрышка нагрелась, соответственно, и прогрелась очень хорошо. Судя по всему, нагрелся и диск, и нагрелся воздух, который находился внутри колеса. Ну, то есть, нагрелось все. И стояла камера. И камера нагрелась, и сказала, ребята, я не буду записывать. Мы ждали и ждали, пока она, короче, остынет. В результате высадили батарейки на камере. Ну, и, соответственно, ничего у нас там не получилось. Потому что разбортовать просто монтажками и поменять батарейку в камере, потом забортовать. Ну, да, короче, это можно. Ну, что-то решили не заморачиваться, а и рванули на базу. Вот, приехали на базу, все нормально. Сейчас разбортовали, поменяли батарейки. Забортовали колесо обратно. И теперь будем наезжать на гвоздь и на саморез. Ну, кто-нибудь, один из них, я думаю, в любом случае покрышку проколит. Сейчас только надо найти место. Вот это момент, когда пятно контакта четко внизу. Я вот тут как раз взял мел. Сейчас мы найдем это дело по телефону. Посмотрим, пометим, ровненько выставим и будем накатывать покрышку на саморез и на гвоздь. Погнали, короче. Стой. Сейчас получается у нас... А еще чуть-чуть, может, назад. Стой. Отлично. Где-то вот в этом месте. Вот в этом месте у нас должен оказаться саморез. Ну, поехали. Подъедешь к ним? Не торопись. Так, 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 так. Ну, давай, наезжай. Накатывайся. Ой, вот он четко прям. Он весь там. Причем, ты знаешь, по-моему, и гвоздь тоже там. Слушай, похоже, и гвоздь залез. Блин, у нас два прокола сразу одновременно получилось. Ой, 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 ой. Куда ты сейчас палку за собой потащишь? Давай назад. Ай, раз... Все, ты прям рвешь там колесо по крышку. Потихоньку давай назад. Съезжай. Оп. Все, бегом, бегом, бегом. Сразу в бокс надо. Потому что мы можем реально сейчас раздавить камеру. А это прям, ну, очень бы не... Стой! Очень бы не хотелось попасть на покупку новой камеры. Да, в общем, что мы посмотрели. Мы увидели, как саморез спокойно про... Но он не протыкает, он прям прорывает резину. И залазит вовнутрь покрышки. Это все понятно. Теперь мы это увидели изнутри. А теперь предлагаю сейчас сделать вот такую вещь. посмотреть, как выглядит все это дело изнутри, когда, например, ставят жгут. Я понимаю, что пощиню. А вот не так-то просто ее найти. Ага. Ну, она высокий, да, протектор у нее. Так. Держи. Сейчас я ее отсюда... Фу! Прям в глаз прилетело что-то. И надо ножик на киножнице. Ну, в общем, все готово. О! И нигде ничего не шипит. Отлично. Отремонтировали. Замечательно. А, ну вот, видели, да? А, я вижу только результаты. Вот эти две вот этих... Как грибка две вот эти шишечки, которые спокойно, временно, так сказать, законопатили проколы. Насколько мне известно, что на шнурах ездить смысла нет. Надо делать... Надо разбортовать колесо и ставить нормальную заплатку, на которой можно уже будет передвигаться. Ну, все красиво, все четко. Как ведет себя покрышка, как она прокалывается, как она себя ведет, как она чинится. Все это мы сделали ровно так, как это видим мы. Надеюсь, это вам очень понравилось, потому что, вот, лично для меня даже это было все очень забавно посмотреть. Поэтому, ребят, смотрите нас, подписывайтесь. Обязательно что-нибудь предлагайте, комментируйте, и ставьте вот такие лайки. Ну, все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok